Все это выглядит следующим образом. За выходные дни в субботу медвежата выходили на полночь 47 километров на место установки Стеллы, это территория Мачинского района. К большому сожалению, отмеченные службой ЕДДС, получили звонки от того, что перед Ирчулынкой вчера в 18.40 вышла взрослая одна, по крайней мере, особь медведя, которая прошла вниз к идачному массиву. И на реке Чулын, в районе Белой башни, тоже есть видеозапись взрослой особи медведя, которая прогулась по реке Чулын примерно в одно и то же время. Что дает основания полагать, что на нашей территории не только медведица с пистунами, но еще и две взрослых особи. Разговаривая с специалистами, которые сейчас патрулируют, они сегодня мне доказывают, что за горой еще медведица с маленькими медвежатами и еще два пистуна, которые ходят. Они не выходят к нам, на нашу территорию, видимо, ареал по дереву, но тем не менее, сегодня ситуация выглядит именно так. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем жителям нашего города с просьбой, как можно меньше выезжать в ту часть города, которая ограничивается как раз водозабором, садовыми участками, расположенными в районе Ерчуынки, и как минимум ограничить появление там с детьми. Не нужно ни пытаться подкормить, ни заснять и бежать, когда они выходят на стелу Назаров и останавливаться не нужно. Во всех случаях необходимо уведомить единую дешевую диспетчерскую службу, но при этом проверять спокойствие. Сегодня мы вывозим из лагеря спутник всех ребятишек, всего 85 человек. Несколько дней лагерь будет стоять, готовится к новой смене, 9-го числа планируют завозить, но тем не менее, это слабое в этом отношение и тишение. По-прежнему призываю всех сохранить с одной стороны спокойствие и благоразумие. Полагаю, что медведи, компания этого появления, их сюда носит миграционный характер, думаю, через несколько дней ситуация будет успокоиться. Медведи пройдут нашу территорию и оставят нас спокойнее. Но вы говорили же о том, что специалист уже вызван с коксинерской миги, который не должен быть. Он здесь постоянно. Его задача выдавить с территории муниципального образования этих мишек, выгнать. В случае, если они проявляют агрессию в отношении, тогда у них есть право на отстрел. Вот вопрос, как стоит. То есть это не обязательно? Да нет, конечно. Просто право принять крайние меры у него есть. Желающих помочь тоже много. Есть охотники, которые изъявляют желание прийти, отстрелить и так далее, и так далее. Вот им мы говорим точно нет. Этим делом должны заниматься специалисты. Вероятность того, что медведь уйдет под ранком, крайне велика. Поэтому здесь крайние меры необходимы в крайних случаях.